Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Басадзе, и сегодня у нас традиционный разговор с хорошо знакомым и любимым нами Расимом Мусалековым. Приветствую, Расим. Привет, Гелла. Как обычно, призываю всех. Лайки, комментарии – это помогает продвижению. Подписка – это помогает продвижению канала. Расим, ну, во-первых, позволь тебя поздравить с избранием в Мили-Меджире с Азербайджаном. Спасибо. Для тебя это не новое дело, тем не менее, это важный этап, я считаю, с опозданием, потому что на прошлой неделе мы не встречались, соответственно, значит, когда встретились, тогда и поздравляю. Ну, тем более, что пока еще объявлены предварительные результаты, и еще пока ЦИК должен утвердить, потом Конституционный суд. Ну, в общем, у меня по округу нет никаких жалоб, и второй, и третий после меня набравшие голоса на Фейсбуке, ну, скажем, поздравили меня с избранием, так что, я думаю, проблем никаких по моему округу быть не должно. Слушай, Расим, ты вот встречался с населением, встречался с людьми, вот за это время хочется поговорить немного и об этом. Как настроение? Что, о чем в основном говорили? Ну, люди, как обычно, говорят больше о своих, ну, скажем так, бытовых, материальных проблемах. Ну, пенсионный возраст, например, озвучился, что 65 лет – это много, в общем, хотя мы наблюдаем тенденцию, что продолжительность жизни увеличивается. И самое интересное заключается в том, что люди, достигнув даже 65 лет, скажем, упираются, не хотят уходить на пенсию. Они хотят получать пенсию, но, как бы, ну, отдаляться от работы не хотят. Ну, в этих условиях, конечно же, я думаю, что продлеваться, повышаться и дальше пенсионный возраст, конечно, не будет. Но более актуальным, на мой взгляд, является то, чтобы продолжать повышать пенсии. Ну, есть минимум, который мы утверждаем в парламенте. Я просто приводил пример о том, что когда я был избран в первый раз, это был 2010 год, этот минимум был 80 монат. Ну, тогда это примерно было 100 долларов. Сейчас он уже достиг 280 монат, то есть это 200 долларов. И все равно люди жалуются. Хотя я знаю, что этот, скажем, вот эта минимальная пенсия, минимальная зарплата в Азербайджане, она выше, чем в соседней Армении, Грузии. Но, тем не менее, люди, ну, просят, чтобы пенсия повышалась. Я думаю, что, конечно же, будет индексироваться, когда будем рассматривать бюджет на следующий год. Ну, одновременно детские пособия, выплаты ветеранам войны. То есть вот такие проблемы. Ну, и плюс, как обычно бывает, это благоустройство, там что-то надо, чтобы сделали власти, здесь сделали власти. Хотя очень многие вопросы. Ну, беседка, на ней, скажем, прохудилась крыша. Ну, неужели это должны делать власти или там даже муниципалитет? А во дворе я там, допустим, где я встречался, ну, проживает, наверное, семей 200. Ну, скинуться по одному монату и крышу эту перекрыть в беседке и сделать ее, значит, ну, чтобы она не протекала во время дождя, это не такая уж большая проблема. К сожалению, вот в городах степень, скажем, ну, организованности населения для решения подобных вопросов у нас довольно низкая. И это проблема, но, тем не менее, здесь, ну, я думаю, что, ну, и не дело, конечно, для депутата заниматься тем, чтобы крышу в беседке, значит, перекрыли. Ну, есть муниципалитет, ну, и обращусь, я думаю, что будут помогать решать и подобные роды проблемы. Ну, а в целом, конечно, есть удовлетворение тем, что победно закончена война, что восстановление территориальной целостности. Люди не хотят, чтобы больше молодежь воевала, гибла. Ну, в общем, основная задача решена, надо пытаться все остальные вопросы решать путем использования дипломатии. Я думаю, что так, в общем, в принципе, я с ними и беседовал. И в целом взаимопонимание с теми, которые приходили навстречу, я думаю, что было. Хотя, понятно, есть жалобы и на чванство чиновников, и какие-то марлакиды. Но, вместе с тем, у нас вот та же самая система, что у вас в Грузии, это... На Маэстрице, да. Да, у нас называется, что... В целом, очень многие бюрократические проблемы, которые людей беспокоили, они, в общем, свою актуальность потеряли. Ну, вот так, если коротко. Ну, в общем, люди ждут, что будет прогресс. Хотя все объясняем, что, ну, вроде бы войну выиграли, и можно было бы снижать военные расходы. Но сегодня общая ситуация в мире такая, что мы вместо того, чтобы снижать военные расходы, их продолжаем наращивать. Что, ну, конечно же, можно было очень многие вопросы, в том числе и с благосостоянием населения, решать, ну, быстрее и больше в объеме. Ну, у нас, ну, мы только 2,5 миллиарда долларов на восстановительные работы в Карабахе на этот год. Ну, я думаю, что не меньше суммы и на следующий год. То есть эти вопросы откладывать невозможно. Потому что, да, там надо сделать восстановительные работы для того, чтобы люди могли бы возвращаться. То есть есть обязательные расходы, сокращение которых в иных условиях, конечно, позволило бы существенно повышать уровень благосостояния народа. Но, тем не менее, я думаю, что в этом направлении усилия будут. Ну, мы, как обычно, спорим с правительством. Мы говорим, давайте повысим то-то, а не сразу правительство говорит, укажите источник. И вот тут, как говорится, происходит... Логично. Логично. Слушай, ты понял очень интересную проблему, проблему кондоминиумов, проблему вот этих товариществ, жильцов. Есть такая система в Азербайджане? Ну, не везде. Причем не только не везде, но она в минимальном. Там, где, значит, новые дома построены, там вот подобного рода, как бы, инициативы есть. Хотя тоже обычно строительная компания, завершив строительство и продав жилье, оставляет за собой и, значит, обслуживание этого дома. Ну, с соответствующими выплатами. Это для них тоже источник дохода. Но вот кондоминиумы, ну, это практика мировая, она, в общем, себя оправдала. У нас пока идут очень туго. Я не знаю, как в Грузии, у нас очень туго. Я тебе скажу сейчас, как в Грузии. В Грузии начали при Саакашвили эту систему решать, эту систему внедрять, значит, достаточно системно, уж простите за тавтологию, через местную муниципальную власть, через администрацию районов. Но в итоге получилось что? В итоге получилось то, что, да, кое-какие вопросы решаются, особенно там, где мэрия, значит, там как софинансирование, там 20%, а во 80% финансирует муниципалитет, ну, какие-то благоустройства, там те же лифты и так далее и тому подобное. Но я тебе скажу по примеру... Ну да, заплатили, заплатили мы там 20%, но в итоге обшили, старый лифт обшили новым пластикатом, сделали, ну, красивую кабинку сделали, скажу так. Лифт как портился, так и портится. Вообще эти кондоминиумы в конечном итоге используются сейчас для выборов. То есть есть товарищ сожильцалом, есть председатель, и вот, значит... А вот так проблема самоорганизации, причем, ну, у нас дом такой, он достаточно продвинутый. Даже у нас проблемы самоорганизации, он... Ну, нет, периодически собираются люди, избирают нового председателя. А новый председатель, он несчастный человек, потому что все к нему бегут, типа того, реши проблему, а он решили, ну, нет у него своего бюджета. Как он будет решать проблему? Причем он ведь председатель на общественных началах, ему же ничего не платят. Нет, ничего не платят. В том числе, ну, в итоге получается, конечно... Но то, что вот необходимо делегирование полномочий вниз вплоть до вот этих кондоминиумов, обязательно. Вот у нас другая проблема. Я не знаю, у вас есть такая проблема или нет. Вот у нас проблема у меня во дворе, проблема гаражей. В свое время понастроили гаражей. Сейчас, более того, при МИШе, частично при Бедзине, каким-то образом, ну, для того, чтобы успокоить народ перед выборами, опять перед выборами, опять эти выборы, если бы они не ладны, дали им зарегистрировать эти незаконные построители. Сейчас не хватает места для паркинга элементарно. Ну, да, детская площадка там сделана, спортивная площадка, где могут дети играть. Ладно. Но, в итоге, место занято, и я думаю, что у меня соседи скоро убивают, значит, друг друга за паркинг. Гилла, ну, это проблема, но еще больше сегодня проблема, что столько машин. Все паркуются, значит, во дворах. Если, не дай бог, пожар или какой-то, скажем, заехать, значит, пожарной машине и начать, значит, работы по эвакуации или тушить, будет невозможно. То есть, проблемы есть, конечно же. Я уже не говорю о том, что мы провели свое детство, играя во дворах футбол с утра до вечера. Иди поиграй. Ну, маленькая какая-то площадка, песочница, где там турник сделали, какой-то там, я не знаю, качели поставили. Это есть, но футбольных площадок во дворах больше нет. И я думаю, что то, что там строят какие-то поля для футбольных школ, совершенно не компенсирует то, что мы в детстве дворовый футбол и здоровье помогал поддерживать, и одновременно таланты там вырастали, которые потом выходили и очаровывали публику во всем мире. Я имею в виду грузинский футбол, конечно, в первую очередь. Ведь он вырос из дворового футбола. Так что проблем много, но давай, как говорится, перейдем к нашей обычной повестке. Тут, как говорится, можно разговаривать и вечность. Да, но футбольные площадки, кстати, вот у нас есть, при Мише построили, ну, не во всех, но почти во всех дворах. И вот они спасают, единственное, что они спасают. Хотя, еще раз говорю, что... Ну, а, кстати, я, кстати, об этом задумывался. Может быть, то, что тогда, с 2005 года начали строить футбольные площадки, может быть, поэтому... Поэтому раскатали Чехов 4-1. Да, 4-1 раскатали Чехов. Кстати, может быть, и есть эта связь. Она не прямая, конечно же, но все-таки, я думаю, что... Ну, а вместе с тем, ты уже упомянул, что, да, действительно, приходится тратить большие деньги на вооружение, приходится тратить большие деньги на военный бюджет. Избежать этого, наверное, не удастся в ближайшее время. Ну, такое окружение и так далее. Ну, вот сейчас Азербайджан договорился о поставках газа в Хорватию. Это отдельная тема. И договорился о Сербии о поставках оружия. Это очень интересная тема на самом-то деле, потому что вот сегодня буквально прощал на ОПА, что подразделения Азербайджанской армии продолжают систематически уничтожать просроченные и непригодные к использованию боеприпасы. Понятно, что у России сейчас уже, ну, мягко говоря, нет этих, как его зовут, возможностей для того, чтобы пополнять то, что на протяжении многих лет Азербайджан закупал у России очень много оружия. Как с этой проблемой быть? Сербия, понятно, но Сербия вряд ли обеспечит весь объект? Нет, конечно. Дело в том, что уничтожается оружие еще, которое залежалось на складах советского времени. Ну, представь себе, что и там ведь оно было, возможно, не первой, как говорится, уже свежести. Ну, еще добавь туда 30 с лишним лет. Понятно, что, ну, эти снаряды, ну, их можно отстреливать, но половина из них просто не разрывается. Да, они разрывают, да. А потом после этого надо идти и их обезвреживать. Это достаточно серьезная проблема. Поэтому, да, утилизация уже полностью свой срок, как говорится, прошедшей боеприпасы, это достаточно, скажем, такая тяжелая работа, и она затратная. Но ее надо делать, потому что, ну, оставлять эти снаряды, и они начинают представлять из себя уже дополнительную опасность, на тех же самых складах они могут, там, какая-то из них может бабахнуть, и весь склад начнет взлетать в воздух. Так что это достаточно серьезная работа. Ну, мы сейчас военные действия не ведем, и поэтому в большом объеме, значит, пополнения снарядами, значит, и ракетами необходимости нет. Тем более, что Азербайджан, вообще-то, наладил собственное производство. Мы производим и мины, и снаряды для, и ракеты для собственных нужд, и даже имеем определенный экспортный потенциал. Так что в этом смысле, ну, какие-то, видимо, виды боеприпасов у России при необходимости закупаться должны, но основную номенклатуру мы производим самостоятельно. У Сильбии мы приобретаем самоходные артиллерийские установки. Не в таком уж большом количестве, но по итогам войны было очевидно, что современная система, значит, дронов, артиллерийские установки, которые, ну, не могут быстро менять свои позиции, чрезвычайно уязвимы. То есть после первого же залпа поднимается беспилотник и, значит, либо наводит на это место, ну, противную сторону, либо же самостоятельно наносит поражение по этой артиллерийской установке. И в этом смысле, да, Азербайджан обновляет и расширяет свой пак артиллерийских, самоходных артиллерийских установок, в том числе и за счет Сербии, поставок из Сербии. Более глобально спрошу. У Азербайджана есть сейчас возможности, ну, есть Шушинская декларация и так далее, у Азербайджана есть сейчас возможности, если это не является военной тайной, переход на натовское оружие. Насколько это актуально в Азербайджане и насколько это, скажем так, планируется? Еще раз говорю, если нет. Да, 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 мы переходим на натовский калибр практически по всей номенклатуре. Но те, которые уже есть, если у тебя 152-миллиметровая там, ну, еще советская или российская самоходная установка, понятно, что для нее нужны снаряды калибра 152, 155 туда не пойдет. Ну, новый парк, значит, обновление происходит в первую очередь по натовским стандартам и калибрам. Тут нет военной тайны. Нет, я понял, насчет военной тайны я немножко пошутил, конечно. Понятно, что даже если бы она была, ты бы мне не сказал. Я бы ее просто не знал. Ну, не скажу, это же все-таки депутат, значит, у тебя есть доступ депутатский. Ну, тем не менее, но не к таким же вещам. Слушай, ну вот в связи с этим разговоры про вооружение, я, значит, слышал, я не рекламирую этот канал, но я его смотрю, я признаюсь честно, вот из армянских каналов я смотрю на Ян-Тапан. Потому что там хорошо видны действительно тренды. И там прозвучала мысль о том, что Путин приезжал в Азербайджан договариваться о поставках оружия. Чтобы Азербайджан поставлял? Да. Но подойдет, там даже хитро очень было сказано, что Азербайджан давно поставляет вооружение в Украину, а сейчас будет поставлять вооружение и в Россию. Вроде бы, как бы вопрос, не стоит выеденного яйца, тем не менее, он ставится, ставится в комментариях, ставится даже мне в личку один знакомый. Я даже с ним не знаю, лично с ним никогда не встречался, но переписывались, как это обычно бывает. Значит, написал, что вот вы можете задать этот вопрос? Могу задать, я его задаю. Дело, ну, объемы производства Азербайджана, имеется в виду снаряды, мины, ракеты, понятно, что они рассчитаны не для того, чтобы на внешний рынок работать, а в первую очередь обеспечивают потребности собственной армии. И понятно, что они очень ограничены. Поэтому, скорее всего, если и идет речь, то она в основном о тех запасах вооружения, которые остались с советских времен и которые, в общем, Азербайджану, как бы, сейчас не столько уже нужны, с учетом того, что, ну, вот эти советские калибры постепенно будут утилизироваться, сниматься с вооружения. Ну, я не думаю, что Азербайджан сегодня готов осуществлять поставки вооружения и в Украину, и в Россию. Скорее всего, это армянские выдумки для того, чтобы, ну, нанести, как бы, тень на Азербайджана, российские отношения и выставить Азербайджан, как-то, значит, ну, в плохом свете перед миром, что вот агрессора собирается поддерживать. Или же науськивать Россию на Азербайджан с тем, что Азербайджан там поставляет вооружение Украине. Ну, это дешевые трюки, на которые я даже, честно говоря, реагировать не хочу. Не, ну, реагировать, если поймите меня правильно, реагировать нужно, потому что, если не реагировать, потом это все муссируется и муссируется. Поэтому стоит даже не реагировать, а просто один раз дать ответ, что это, в принципе, глупости, потому что, ну, никто на себя не будет брать таких политических рисков. Я извиняюсь. Какой-то, скажем, болтун выходит на YouTube-канале и несет какую-то хрень. Он абсолютно безответственное лицо. И что государство на всякую такую хрень будет реагировать, пусть кто-нибудь посмеет Азербайджану Азербайджану официальную какую-то предъяву дать. Да, тогда на него отвечают. Ну, а так, мало ли, как говорится, что несут на YouTube-каналах те или иные лица. Поэтому реагировать на них официально, что-то такое, значит, перед кем-то оправдываться, Азербайджан не делал этого, и я уверен, что делать не будет. Нет, официально я далек от мысли, сразу же, я далек от мысли, что это должен быть официальный ответ МИД, Министерство обороны, и там администрации без нет, конечно же. Но мы же тоже на этом вкадали. Я понимаю, ну вот ты спросил, я сказал. Мы же тоже на этом вкадали, поэтому вот на этом уровне я считаю, что отвечать нужно. Ровно так же, как нужно отвечать, можно, конечно, отмахиваться от этого, нужно отвечать на тезис о том, что Азербайджан продает российский газ или российскую нефть. Понимаешь, Гелла, ну, говорят, причем никто не приводит по этому вопросу никаких фактов. Потому что, ну, известно, сколько газа заходит в Азербайджан из России, когда заходит. Ну, объемы этого газа никогда не превышал один миллиард кубометров. И то, это эпизодические вещи. То же самое можно сказать по нефти. Российская нефть в Азербайджан не поступает. Ну что, как вот то, что Азербайджан якобы помогает России преодолевать санкции на нефтяном и, там, я не знаю, газовом рынке. Суть, что вот есть Сокар, Турция, а в Турции ему принадлежит большой нефтеперерабатывающий завод. Стар. 10 миллионов тонн нефти перерабатывающий. Что вот этот, значит, коль Сокар, значит, это государственная компания, Сокар Турция тоже как бы принадлежит азербайджанскому государству, и коль они приобретают российскую нефть и перерабатывают ее в Турции, это означает, что Азербайджан помогает России значит, обходить санкции. Ну, вот примерно такой же бред идет, что Россия поставляет, значит, нефть трейдеров. И среди этих трейдеров есть люди с азербайджанскими фамилиями. Теперь выдумали, что они почему-то племянниками президента Ильха Малиева, хотя, ну, никакого отношения не имеющие к ним. Значит, есть люди, причем у них, у одного гражданства Великобритании, у другого гражданства Объединенных Арабских Эмиратов. И они занимаются трейдингом. Покупают и российскую, и какую угодно нефть, и продают ее. И почему это означает, что Азербайджан помогает России обходить санкции? Ну, с таким же успехом эти трейдинги занимаются лица, скажем, с гражданством, может быть, и Грузии, и с гражданством Франции, и с гражданством какого угодно страны. И говорить на этом основании, что Азербайджан как государство помогает России обходить нефтяные санкции и, значит, санкции по газу, полностью ошибочно. Хотя бы по той простой причине, что вообще-то никакого запрета на продажу России нефти и газа нет. Есть отказ, значит, Евросоюза приобретать российскую и, значит, нефть и газ. Но это совершенно не означает, что запрещено покупать и продавать российскую нефть и российский газ. Тем больше для, допустим, Венгрии и, значит, Словакии было сделано исключение. Они до последнего времени получали нефть по нефтепроводу дружбы, который через территорию, значит, Украины, воюющей с Россией, проходил. И точно так же газ транспортировался через территорию Украины. И запретов таких нет. Есть единственное что? Трудности, потому что Россия отключена от системы SWIFT. То есть как осуществлять оплату за подобного рода, значит, продажу нефти и газа? Но это совершенно другое. Это не обходить санкции, да? Если по схемам, то, ну, и объемы смотреть. Ну, на глазах всего мира, причем совершенно уже открыто, российские, значит, алмазы и золото перепродаются через Армению. И что-то я не слышал, чтобы Армению кто-то выходил, обвинял в чем-то. И не говорю уже о том, чтобы какие-то санкции по отношению к ней предпринимались. Азербайджанско-российский торговый оборот за это все время последнее увеличилось там процентов на 15-20. А армяно-российский торговый оборот увеличился втрое или в четверо. Поэтому те, которые разгоняют тему того, что Азербайджан там помогает России обходить санкции, пускай посмотрят на собственную физиономию в зеркало. Ну, и раз уж мы заговорили про то, что говорят, то, конечно, тема Зангизурского коридора. Понимаешь, в чем дело? Есть абсолютно, ну, для меня абсолютно странные, мягко говоря, ну, странные, это самая мягкая формулировка, заявление о том, что Зангизурский коридор нужен Азербайджану, чтобы беспрепятственно помогать России обходить санкции. Но это уже полный идиотизм. Я понимаю, я понимаю, но, понимаешь, в чем дело? Вот то, что для нас полный идиотизм, я хочу, чтобы меня правильно поняли все зрители. Я не потому говорю, что я подталкиваю Россима на какой-то ответ, и не потому говорю, что я опровергаю сразу же в своем... Просто, ребят, я не хочу, чтобы у нормальных, адекватных людей создалось впечатление, что я таких элементарных вещей не понимаю, поэтому я тоже даю оценку свою. Но... Ну, ведь надо, когда какой-то тезис озвучивается, ну, хотя бы какие-то аргументы к нему привести. Ну, предположим, Зангизурский коридор построен. Ну, он прошел через территорию Азербайджана, там, я не знаю, российский лес, я не знаю, еще что-то там, я не знаю, металлы, как что-то, прошел через территорию Азербайджана, ведь он потом заходит на территорию Армении. И только через территорию Армении может потом, значит, ну, перейти эта железная дорога на территорию Турции. Это что означает? Это означает, что Армения вместе с Азербайджаном собираются помогать из Турции, помогать России, значит, обходить санкции за счет этой железной дороги. Полный абсурд. Ну, в реальности для Азербайджана Зангизурский коридор имеет смысл в первую очередь. Это надежная транспортная коммуникация между Нахичеванским нашим, значит, эксклавом и основной территорией Азербайджана. И мы эту задачу поставили перед собой и решаем. Ну, сейчас больше всех как бы против Зангизурского коридора раздаются бопли из Ирана. И какие-то красные линии, что мы не допустим изменения границ. И еще... Да, и причем на всех уровнях, начиная от того, что, значит, Ихарахпар объясняет, значит, премьер-министру Николу Пашиняну, что это не в интересах Армении. То есть, с каких пор, значит, иранский лидер определяет, что в интересах Армении, что не в интересах Армении. Там, в общем, все уже по этой теме иранские политики оттоптались. Но суть ведь ее в чем? А суть ее заключается в одном. Иран к своему глубокому огорчению разочарования неожиданно увидел на своей границе не Азербайджан, который, значит, не может восстановить свою территориальную целостность, а победоносный Азербайджан, полностью восстановивший свою и территориальную целостность, и государственный суверенитет на всей территории. Азербайджан, авторитет которого и в регионе, и в Центральной Азии, и в мире существенно вырос. И это в уныние вводит иранское руководство, которое привыкли везде говорить, что а что Азербайджан? И, скажем, с маленькой Арменией не может справиться и территория подоккупаться. И сегодня оказались они в довольно сложной ситуации для себя. Им нужен конфликт в регионе. И вот тема Зангизурского коридора практически рассматривается иранскими мулашками как единственный вопрос, который позволит сохранять конфликт между Арменией и Азербайджаном, и чтобы Иран этим мог бы как-то пользоваться. Во-вторых, откроется Зангизурский коридор. И Азербайджан, и Армения в существенной степени освободятся от зависимости от иранских коммуникаций. Сегодня связь Нахчевани и Азербайджана, основной территории, идет через иранскую территорию. И тегеранский режим рассматривает этот вопрос как инструмент определенной зависимости давления на Азербайджан. И он у них из рук выходит. И точно так же Армения, для которой Азербайджан откроет границы и откроет Турция, станет меньше нуждаться в Иране. Поэтому эти люди фактически говорят, мы хотим, чтобы за Ингизурский коридор вопрос оставался постоянно предметом споров и ожесточенных отношений между Арменией и Азербайджаном, и чтобы никогда Армения из своего тупикового состояния с закрытыми границами с Азербайджаном и с Турцией никогда бы не вышла. Вот в чем суть интереса тегеранского режима. Но они это же не могут встать и открыто сказать. Просто я думаю, что это настолько читает, что даже скажем армянские политики, аналитики должны видеть вот эту лицемерную позицию иранских этих политиков и адекватно на это все реагировать в конце концов. Поэтому говорят они что-то там в Иране, не говорят. Я думаю, что объективно и Армения, и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы восстановить железнодорожные сообщения через МИГРИ. Это в интересах и Армении, и Азербайджана. И я думаю, что это будет выполнено, что бы там в Тегеране по этому поводу мол, Лашкет не говорили. Не, ну тут ведь смотри, тут ведь еще такая ситуация, что если не будет взрослого корректора, не будет вообще коммуникации. Ну так об этом и речь. Ну Ирану как раз хочется, пусть никак ничего не будет. И вот посмотри, что там, конечно, очень ревностно относятся к тому, что, например, Турция это союзник Азербайджана и, значит, очень серьезное влияние в Азербайджане и стратегический партнер Грузии и очень серьезное и экономическое, значит, и дипломатическое влияние в Грузии. Россия. Ну, несмотря на то, что Никол Пашинян там сейчас занимает, как бы пытается дистанцироваться от России, мы все прекрасно понимаем, что пока еще и контроли влияния России в Армении доминирующие и в экономическом, и в военном, там во всех отношениях. Плюс с Азербайджаном есть договор о союзничестве, взаимодействии и в общем отношении вполне, скажем, дружественные. Даже по Грузии в последнее время наблюдается тенденция на улучшение отношений между Грузией и Россией. Иран. Азербайджан отношения очень настороженные, если не сказать в Азербайджане к Ирану достаточно сейчас враждебные отношения, именно из-за поведения иранского режима. Для Грузии Иран абсолютно индифференция. Ну и как бы там не пытались Иран наращивать какое-то свое влияние в Армении. Все понимают, что для Армении это в первую очередь пока еще остается Россия и Запад. А Иран это вот по необходимости какой-то объем отношений поддерживается. И вот такое состояние кажется для Ирана абсолютно, скажем так, ну как бы неправильным и неприемлемым. Потому что они привыкли рассматривать регион Южного Кавказа как ну сферу или принадлежащего им территории или же находящиеся под их влиянием территории. Ну восстановить такие позиции на Южном Кавказе у них абсолютно нет никаких возможностей. Ну вот это все прорывается через различного рода нелепые то ли предостережения то ли угрозы и прочие вещи. Но Иран сейчас не в том состоянии чтобы угрозами значит рассыпаться по своему периоду. Ну вот у меня был разговор с Валерием Чичелашвили опытный дипломат и так далее и как раз таки я у него спросил по поводу вызова посла Эрек в Иране. Ведь он правильно сказал что Гел понимаешь в чем дело можно было пригласить посла на чай можно было на каком-то приеме с ним поговорить но официальный вызов это уже очень серьезная очень серьезный демарш и это на том фоне что Иран поставил баллистические ракеты России по крайней мере американцы об этом говорят а как правило мы к сожалению мы видим что когда американцы говорят о таких вещах после этого мы видим ракеты уже в небе Украины так было с шахедами Иран демонстрирует свое раздражение в отношении России но поставки ракет ты тоже надо к этому относиться знаешь как ведь у каждого скажем вида оружия есть срок годности но изготовили они кучу этих ракет стрелять по Израилю еще куда-то они не осмеливаются но срок годности проходит но есть возможно сейчас клиент которому можно их как бы впарить и что-то получить более продвинутые для своей военной промышленности из России и вот этот гешепт идет так что тут как преувеличивает что вот Иран значит решил помогать России идет в некотором смысле бизнес ну и Россия что-то делает для Ирана Иране раздражены тем что дважды их попытка значит пойти на столкновение с Израилем с рисками что в это будет вовлечено Соединенные Штаты Америки не получили поддержку у России и даже более того и две попытки оказать военное давление на Азербайджан один раз они войска там собирали второй раз вместо Израиля значит лупануть по какой-то территории Азербайджана нелепые какие-то вещи оба раза Россия предостерегла что не делайте этого и вот это раздражение из них выпирает они это раздражение в том числе какой-то начальник значит отдела приглашает российского посла даже не замминистра и что-то ему там выговаривают ну я думаю что точно даже усмехнулся этот российский посол сказал ну ладно если вам хочется вот так щеки себе надувать надувайте ну не более того я не думаю что это приглашение эти демарши которые делают сейчас из Ирана производят какое-то сильное впечатление в Москве тем более что в Баку они никакого впечатления не производят ну как бы не про Баку не про Ереван в этом контексте то есть они между собой как бы пытаются разобраться кстати против мне кажется что это как раз таки показатель расслабления России то есть еще года три назад Иран вряд ли бы себе такое позволил ну да в некотором смысле они себя сейчас чувствуют более уверенно в отношениях с Россией надолго или нет тоже такой все ожидали в общем-то сейчас резкого улучшения отношений Азербайджана с Ираном и так далее не то чтобы обратный процесс но пока такого нет почему ну резкого улучшения никто не ожидал просто в общем предполагалось что ну конфронтационный характер отношений который был после того что там угрозы какие-то из Ирана звучали плюс там войска собирали на границе нападение на наше посольство мы фактически тогда свели наши отношения с Ираном к минимуму но это неправильно соседние государства нас действительно связывает общая история культура религия и отношения они в общем должны как минимум добрососедские я уже не говорю там о стратегическом партнерстве о союзничестве добрососедские к сожалению пока мы какого-то перелома в этих отношениях после того как там уже новый президент значит избранный этнический азербайджан не наблюдаем хотя иллюзий тоже не должно быть потому что ну их главный то скажем рахпэр тоже этнический азербайджан что это позитивно сказывалось на иранно-азербайджанских отношениях поэтому иллюзий нет и азербайджан будет выстраивать отношения с ираном прагматически и в соответствии с тем что будут решаться актуальные вопросы которые лежат на столе переговоров между азербайджаном и ираном в первую очередь это конечно же по территории ирана так называемый арабский коридор который позволит Нахичевань значит основной территории азербайджана соединить коротким путем но иранцы много говорят об этом проекте но ничего практически по нему не делают и более того вам нужна коммуникация вот тут такой коридор а суть его такая что дайте нам денег мы за ваши деньги может быть это построить никто ирану денег на это давать не собирается а сами они как говорят не мычат не терятся то есть такой практической заинтересованности мы пока еще не видим но дело даже не заинтересован надо начинать работать нужно проект нужно начать эти скажем какие-то земляные работы должно быть видно что ну единственное что вроде бы мост через Араз ну на границе значит в районе Ахбенда вроде бы начинает делать и то с нашей стороны один мост мы должны построить автомобильный второй должны построить иранцы мы-то свое мы начинаем мы свое строим часть работы от иранцев пока не видно они не мычат не терятся ну говорят за то что идут такие активные работы на участке Решта-Стара ну там тоже особо активной работы нет они до Решта продлили дорогу от Решта до порта уже продлили дорогу нет нет там надо было железную дорогу сделать нормально до порта они сделали и фактически они собираются пока вот с Россией как бы связь держать значит ну мультимодально использовать корабли река-море ну а мы построили терминал большой значит на территории Ирана в Иранской Астаре и фактически мультимодально туда же туда же грузы подвозятся на значит ну большегрузных автомобилей и там контейнеры перекладывают уже на железнодорожные платформы и через территорию Азербайджана они проходят просто объемы это не те которые сегодня должны были отвечать потребностям России для этого и колея должна быть для этого должна быть в общем много чего должно быть сделано чего пока еще на территории Ирана идет достаточно медленно что давно у всех спрашиваю у тебя тоже спрашиваю вроде бы как Иран же должен быть заинтересован вот в этом коридоре точно в этой дороге точно чего не столько времени ну я лично с 2015 года наблюдаю за этим катаклизмом наверное это еще раньше шли разговоры про это что нужно сделать и так далее помню время когда Азербайджан был готов дать денег на то чтобы сделали они этот участок ну очень трудно иметь дело поэтому Азербайджан от непосредственного участия в той части которой этот проект реализуется на территории Ирана отстранился мы свою часть работы сделали более того построили дополнительные вот эти переходы на территории Ирана терминалы прочее и на этом точка дальше наше участие будет заключаться только в том что по мере нарастания объема перевозок мы будем скажем ну продвижение через нашу территорию то есть Ялама то есть граница с Россией значит и Астара вот этот участок железной дороги да мы будем его модернизировать для того чтобы пропускная способность увеличилась но это по мере того чтобы объемы грузов действительно будут увеличиваться ну там объемы грузов могут идти и в сторону Турции и в сторону грузинских портов там не обязательно могут ну нет но все равно через территорию Азербайджан даже в Грузии если они будут идти я понимаю но если там из России что-то заходит они могут идти в грузинские порты и в Турцию ну в зависимости оттуда от того куда направлены если в Европу то понятно что они должны пойти на грузинские порты если в Россию то значит понятно что через Россию в принципе сегодня у России это заинтересованность какая например каменный уголь то есть есть большие объемы грузов которые ну в торговле с Китаем это каменный уголь это скажем минеральные удобрения это продукты химии это лес это металлы которые в Китае у них есть прямое собственное железнодорожное сообщение и морские перевозки из Владивостока в Китай Китай Южную Корею а вот в Индию никаких коммуникаций ни железнодорожных ни автомобилей из России напрямую нет надо либо погружать новороссийские и через Средиземное море Суэцкий канал в общем огибая Саудовскую Аравию значит и выходить значит в Индию либо конечно же удобнее вот подобного рода грузы на железнодорожных значит составах доставлять иранский порт и оттуда уже в Индию вот суть для этих грузов причем они большими объемами их скажем автомобилями не там уголь автомобилями не возят лес автомобилями большим партии не перевозится вот для этих целей россия нуждается в том чтобы эта линия была бы построена ну пока работа вроде бы идут поставлены сроки будут они выдержаны не будут выдержаны сказать сложно потому что даже например есть возможности им теперь судами дотаскивать до решта а там значит на железную дорогу но это дополнительная перевалка потом значит привозить значит Бендарабад или Чохавбар и оттуда опять на суда перекладывать они хотят сократить эти все перевалки и Россия заинтересована ну пусть договариваются с Ираном мы в данном случае через свою территорию транзит обеспечить но вести по этому поводу какие-то переговоры с Ираном что-то убеждать их не наше дело пусть Россия занимается и убеждением и скажем менеджментом этого проекта и финансировать мы свою часть на своей территории обеспечим здесь очень важный момент чтобы наши зрители понимали если мы говорим о мультимодальности мультимодальность при контейнерных перевозках технические вопросы решены очень хорошо то есть контейнер берешь перекладываешь все это очень просто я понимаю ну уголь же не будешь грузиня а вот уголь и лес и так далее это достаточно сложно да или же продукция химии удобрения это все требует совершенно иной то есть то что навалом идет конечно же это достаточно достаточно сложно и достаточно нуждается в более прямых маршрутах скажем так а не прямых тем более что у Индии есть порт в Иране Чабахар это вообще Индий они владеют им так что тут более или менее все понятно не могу обойти эту новость Хикмель Гаджиев встретился с представителем разведывательного управления министерства обороны США ну где Азербайджан и где разведывательного управления министерства обороны США это про Иран я думаю в том числе ну дело как бы отношения скажем на уровне Конгресса или Госдепартамента у Азербайджана не бывали бы скажем напряженными или еще скажем холодными отношения Азербайджана с такими ведомствами как Пентагон ЦРУ Министерство энергетики они всегда были очень рабочими и в ней взаимозависимость всегда существовала поэтому я не удивлюсь что да в данном случае есть ведомство где ну я не думаю что идет речь об обмене информации имеется речь в данном случае о скажем сохранении поддержания существовавших ранее отношений вот в сфере сопряженной с обменом разведывательной информации по интересующей и Америку и Азербайджан территории поэтому скорее всего политически если есть какие-то возникли проблемы они вот через диалог Хикмета Гаджева должны найти свое разрешение интересы Соединенных Штатов глобальная держава вам понятие в чем интересы Азербайджан в смысле почему поддерживать отношения в этой системе ну ты же понимаешь прекрасно что возможность доступ к разведывательной информации которой обладает значит Соединенные Штаты Америки и его беденства по интересующему Азербайджан региону откуда для нас есть определенные угрозы для Азербайджана не менее важны чем для Соединенных Штатов Америки есть есть такое дело ну и раз уж мы заговорили о Хикмете было заявление на этой неделе мы его правда обсуждали но твое мнение тоже очень хотелось бы услышать Хикмет Гаджев призвал международное сообщество ограничить вооруженные силы Армении вот в связи с этим вопрос все говорят о том что это очень серьезное заявление и так далее но во-первых международное сообщество это кто? да это в принципе предупреждение для государств которые занимаются перевооружением Армении и в первую очередь конечно то что начинает в это дело как бы ввязываться Европа когда Евросоюз выделяет средства значить для цели безопасности Армении пусть это незначительная сумма 10 миллионов евро но как говорится Лихаби до начала и мы знаем кто лоббирует подобного рода отношения Евросоюзов это Франция которая откровенно заняла в отношении Азербайджана враждебную позицию ну поэтому мы в общем подобного рода предупреждение делаем хотя понимаем что перевооружать Армению будут продолжать но завтра когда это приведет к новому конфликту и Азербайджан вынужден будет превратить металлом новые партии одежды которые получила Армения пускай те которые скажем покровительствуют патронируют Армению не говорят а почему вот так и у Азербайджана есть основания предупреждать мир от перевооружения Армении потому что Азербайджан на территорию Армении не нападал нападала Армения на территорию Азербайджана у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении Армения до сих пор в своей конституции и в риторике политиков сохраняет территориальные претензии к Азербайджану и в этих условиях понятно что что Азербайджан не может закрывать глаза на перевооружение Армении. Понятно, что у нас есть всегда возможность потратить 3 доллара на вооружение, там, где Армения тратит 1 доллар. Но сейчас идут халявные деньги от того, что они параллельный импорт для России наладили и снимают сливки для себя. Недолго это продлится. Посмотрим, как дальше будет армянское правительство решать проблемы обеспечения собственных бюджетных, скажем, обязательств. Но, тем не менее, подобного рода предупреждение, я думаю, что оно не лишнее. Сыграет ли они свою роль непосредственно сейчас в том, что, скажем, Франция, Индия начнут воздерживаться от поставок вооружения Армении? Вряд ли. Но они должны понимать, что подобная политика с их стороны, она будет нести определенной издержки, в том числе и для Франции, и для Индии, эта политика будет нести. Ну, невольно, хочешь не хочешь, я спрашиваю про инструменты. Какие могут быть инструменты для реализации ограничения? Ну, мы, например, с Францией фактически приняли курс на минимализацию всех отношений. Экономических, культурных, всех. И вместо Франции будет занимать Италия. И визит президента Азербайджана в Италию – это была демонстрация того, что попытки различного рода европейских политиков изобразить какую-то там, я не знаю, изоляцию Азербайджана, я не знаю, бойкот Азербайджана – полностью права. И да, Азербайджан, Италия – это третья экономика Евросоюза. Ее экономика сопоставима по своему объему, техническим возможностям с французской. Да, будет Италия, а не Франция. И я думаю, что мы на долговременной основе с Италией будем развивать свои отношения к страфигическому партнерству. Тем более, что вообще-то итальянское руководство терпеть не может. Французское руководство уже Джорджа Мелони не раз в лицо Макрону все выговаривал. И французское высокомерие по отношению к Италии тоже вызывает большое раздражение в Риме. Я думаю, что в лице Италии у Азербайджана будет хороший партнер, в том числе и в Европейском Союзе. Ну, а Франция может продолжать пышиться. Слушай, все-таки непонятно мне, вот честно скажу, абсолютно непонятно мне, как так получилось, что отношения Азербайджана и Франции дошли до такого, это чисто до такого уровня, это чисто личностная партнер. Нет, я думаю, ну, посмотри, да, личностные тоже есть, потому что в свое время Ширак прямо сказал президенту Азербайджана, тогда еще был Гейдар Вик, что да, у нас с Арменией и к армянам особое отношение, но это отношение совершенно не означает, что отношения Франции с Азербайджаном будут плохими. Наоборот, мы будем стараться уравновешивать это все, значит, и устраивать хорошее отношение с Азербайджаном для того, чтобы мы могли бы свою миссию преодоления вражды между Азербайджаном и Арменией помогать в этом, значит, чтобы Франция была в состоянии это делать. И, в общем, баланс при Шираке, потом при Саркаде и даже при Оланде Франция, в общем, поддерживала некоторые балансы. И Азербайджан с Францией выстраивал хорошее отношение. Мы дали французским компаниям тот же самый Тоталь, значит, в азербайджанских нефтяных проектах место. Мы, значит, большие крупные проекты, спутники нам строили и запускали французы. Французы построили в Азербайджане мусороперерабатывающий завод. Очень серьезные были проекты, связанные с модернизацией нашего метро, железных дорог. Но Азербайджан там фрески какие-то там оплачивал, реставрацию на территории Франции, французских там церквях, я не знаю, в музеях, в Лувре какие-то там работы проводились за счет азербайджанских средств. Мы построили, мы открыли здесь французский университет, французский язык поддерживался, культурные связи развивались, приглашали, ездили туда. Но вдруг, когда, значит, скажем, Макрон попытался себя вести, как бы, я не знаю, главный смотрящий от Европы по отношению к Азербайджану и что-то, какие-то претензии, диктовать что-то, ну, понятно, получил адекватный ответ, что иди занимайся своими делами, руководить азербайджанам, давать непрошенные советы, здесь никто выслушивать их не будет, оскорбились, ну, хорошо, ну, организовали, они фактически продемонстрируют, что не только Макрон, который сегодня есть, завтра его нет, но когда есть пара французской, национальное собрание, значит, Сенат в полном составе, голосуют, значит, резолюцию противоречивающей международному праву, о том, что надо чуть ли не пойти признать самозванную, значит, НКР, ну, понятно, что это означает, что не только с правительством Макрона, но и с политическим, скажем, сообществом Франции у Азербайджана на долго отношения испорчены и вряд ли они исправятся. Поэтому, да, мы, в общем, реалистично все оцениваем и соответствующим образом переориентировали полностью уже не только экономическую, но и политические связи, культурные связи с Францией на Италию. А с Францией все будет минимализироваться. Я не удивлюсь, если через какое-то время под давлением того же самого, значит, французского правительства, «Тоталь» придет и предложит, что он свое участие в проекте «Абширон» финансирует не в состоянии. До свидания, я думаю, что с большим удовольствием вместо французской «Тоталь» займет итальянская «Энни». А их там нет, итальянцев, да? Нет. Ну, итальянцы работают активно, например, в Казахстане, Кашаган. Итальянцы на Каспии есть, и я хочу тебе сказать, что технически, технологически «Энни» ни в чем не вступает «Тоталь». И вполне может зависеть на территории Азербайджана. То есть, Макрон фактически сделал проблему системной, получается? Ну, и он сделал, и, в общем, это был их выбор. Ну, ради бога. Я думаю, что это ошибочное было решение. Он полагал себя, видел каким-то европейским лидером, что он может чуть ли что-то навязывать. Не встанет ничего навязывать. Договариваться нормально он не смог. Понимаешь, в чем дело? Вот я не скажу, что я обладаю каким-то опытом в дипломатии и международных делах, но я как тот старик из «Белого солнца» в пустыне, давно сидим и наблюдаем. Ты понимаешь, что даже по формальной логике получается мечта. Получается, что если Франция хочет на Южный Кавказ, тогда ей необходимо иметь отношение со всеми тремя странами, чтобы каким-то образом влиять. Получается, что Франция не хочет на Южный Кавказ, Франция хочет в Армению. Так получилось. Они хотят на Южный Кавказ. Они просто полагали, что они могут Азербайджану навязывать какие-то решения, которые были бы выгодны Армении. И в их представлении, что как будто бы Азербайджан должен удовлетвориться тем, что Франция предлагает. Вообще Макрон себя считал больше, чем он есть на самом деле. Он думает, что вот он, значит, такой весь себя продвинутый и такой важный. Ну, ты видел, как к нему относились и тот же Трамп, и тот же Борис Джонсон и другие. Ну, парень, щеки не надувай пока. Ты еще до, скажем, европейского лидерства не созрел. Ну, просто забывает о том, что он, когда он только закончил, значит, по-моему, Эколь Нормаль, и устроился младшим клерком, значит, Министерства экономики Франции, Тихом Алиев уже был избран президентом Азербайджана. И через его жизнь уже прошел и Ширак, и, значит, Саркази, и Олан, для того, чтобы он с какой-то поучения из уст Макрона принимал. Поэтому я думаю, что еще была личность, неправильное, скажем, выстраивание отношений, притязание на то, что он тут представляет Францию. В Азербайджане с уважением относятся Франции к ее истории, к ее экономике, к ее положению в мире, но это вовсе не проецируется в обязательном порядке на персону самого Макрона или мелковатых политиков французских, которые заседают у них в парламенте или сидят в правительстве. Но это, с другой стороны, это создает определенные ожидания у Армении. Ну, пусть создает. Они вообще привыкли иллюзиями и несбывшими ожиданиями чешить себя. Ну, у нас практически не осталось времени, но об этой новости стоит упомянуть. Я думаю, Ален Симонян, это председатель Национального собрания Армении, заявил о том, что необходимо распустить межпарламентскую комиссию Армения на Горный Карабах. Ну, правильно, правильно, но считаю, что нужно серьезно обсудить вопрос распуска упомянутого формата. В правильном направлении мысли, потому что реально сохранение, значит, вот так называемого сепаратистского этого формирования на территории Армении и ее какая-то легитимизация, значит, посредством вот этой же самой комиссии создает проблемы не азербайджан, а проблемы, в первую очередь, для самого правительства Никола Пашиняна. Потому что фактически вот эта штаб-квартира так называемого сепаратистского распущенного образования, оно сегодня превратилось в логово, в котором собираются, в котором, значит, консолидируются все антипашиняновские силы. И им самим бы в первую очередь с этим надо разобраться. Потому что и Кочериан, и Сарксиан, они прораженные политики понимают, что о каком-то, скажем, восстановлении республики Арсах на территории Азербайджана не то что реализовать, даже серьезно разговаривать невозможно. Ну а вот использовать как таран карабахских армян для того, чтобы свалить правительство Никола Пашиняна и вернуть себе власть, они будут пытаться это делать, ну, как говорится, из разобраться. Скорее всего, этой осенью мы будем наблюдать активизацию антипашиняновских сил для того, чтобы, ну, в очередной раз попытаться раскачать ситуацию. Получится у них, не получится, сказать мне сложно, но то, что если эта попытка будет, вот, скажем так, уж очень, ну, скажем, наглой, то я не исключаю, что и комиссию распустят, да и саму эту штаб-квартиру могут, как говорится, ликвидировать. Подожди, тогда получается, что, в принципе, речь не идет. Вот, то есть это не для того, чтобы, ну, как-то продвинуться в мирном процессе с Азербайджаном, это внутриполитическая проблема. В том числе, ну и, конечно же, мы, когда видим, что такая комиссия есть, она, в общем, косвенно подтверждает сохранение определенных территориальных претензий или же вмешательство внутренних дел Азербайджана. Так что, Аллен Симоньян, в этом смысле, я думаю, что ставит вопрос правильно. Что ж, большое спасибо. Пожалуйста, обо всем поговорили. И большое спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго. И до новых встреч. Продолжение следует...